друзья всех категорически приветствую сегодня сделаю небольшой обзор на необходимый предмет в нашем нелегком деле палочку врачалочку облегчающий поиск мелких предметов на металлопоиске это пинпойнтер который дома хотел и так долго ждал ну что по заявлению продавца мы должны сейчас при распаковке видеть сам пинпойнтер чехол тренчик ну и вроде бы якобы монетка положенная на удачу посмотрим раскрытие соответствует этой действительности и будем думать честный продавец или нечестный как указано на сайте производителя пинпойнтера это обновленная версия более чувствительная посмотрим как это соответствует действительности упакована знатно Так, поехали. Тренчик, вижу, уже есть. Кстати, вот она и монетка лежит, которую обещал подавец положить нам. Уже не обманул. Монетка китайская, не знаю такие. Такие у нас не попадаются, не встречаются. Сам тренчик. С виду вроде бы надежный, посмотрим. Так, и вот он сам пинпойнтер в чехле уже. Вот уже радует. Заказывала черного цвета. Не захотел я оранжевый марки, поэтому взяла черный цвет. Пинпойнтер приходит без элемента питания, поэтому элемент питания был мною куплен. Вот такой вот. Так, что мы еще имеем? Инструкцию. Пусто. Откладываем. Инструкцию мы не будем читать. В принципе, работу мы знаем его. Так, ну что, попробуем включить теперь. Теперь самое главное, чтобы он работал. Так, резинок, прокладок я не вижу. То есть все-таки чувствительную к воде. Так, вставляем правильно элемент питания. Закручиваем крышку. Ну что, у нас там момент истины. Включаем. Замигал светодиод. Звуковой сигнал. Крепление на пояс. Очень удобно. Ну а участники сегодняшнего обзора, это непосредственно сам пинпойнтер, воплощающий в себя неограниченный полет фантазии китайских инженеров. Но это сказано не без иронии. Действительно вещь стоящая. Я уже посмотрел. Сейчас вам покажу. Вот такая вот линейка ядовитого цвета. Ну и предметы, найденные все мною в ходе металлопоиска. Такая вот хабарница мне интересная. Посмотрим сейчас, как он их определять будет. Итак, первый это будет вот такой элемент конской сбруи, именуемой нашей среде конина. Значок дружинник. 15 копеек 1941 года. 1 рубль юбилейный с профилем Владимира Ильича Ленина. 5 копеек 1962 года. И 10 копеек 1981 года. Дай 10 копеек, а! Дай 10 копеек! Дай 10 копеек, я тебе говорю! Может быть тебе дать еще ключ от квартиры, где деньги лежат? Ну что, начнем, приступим с конины. Дай 10 копеек. Недолго подготавливайся. Тихо! 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 Глубина обнаружения. Пин-позер подаёт звуковой сигнал и вибрация. Вибрация довольно ощутимая. 15 копеек. Глубина обнаружения 3 сантиметра. 5 копеек. 4 сантиметра. 10 копеек. 2 сантиметра. 2,5 сантиметра. 1 рубль. 5,5 сантиметра. Значок дружинник. 4,5 сантиметра. Давайте ещё глянем. Большой предмет. Это моя хабарница. Ух ты, как он у неё подпрыгивает аж. Давайте посмотрим по сантиметрам, сколько он приделает. 8,5 сантиметра берёт. Ну и так вот. 9,5 сантиметров. Ну что, зачётно, я думаю. Давайте посмотрим китайскую монетку или что это. Что она сейчас покажет. 4,5 сантиметра. Давайте попробуем ещё сбоку для чистоты эксперимента. Боковой. Начнём с рубля. 2 сантиметра. И ребром. 3 сантиметра. Более маленький предмет. 15 копеек. 5,5 сантиметра. 1,5 сантиметра. И ребром. 2 сантиметра. Ну что, в принципе. Я думаю, прибор зачётный. Поможет в поисках. Ну что сказать, я рекомендую вам его. Цена вообще смешная. Там что-то около 1300 вышло. Доставка где-то в районе трёх недель. В принципе, я доволен уже. Воду нежелательно пускать. Ну а так, будем пользоваться. Ну а на этом всё. С вас, как всегда, лайк и подписка. От меня здоровья вам и вашим близким. Всем удачи. Всем удачи. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok